Здравствуйте! С новостями Венсполса вас приветствует Курзомское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. Венсполский техникум приобретает вполне реальные очертания и в среду строители этого масштабного объекта отметили очередной и теперь уже последний праздник стропил. Это значит, что строительство главных конструкций всех зданий завершено. Как рапортуют ответственные службы, работы немного задерживаются, но отставание от плана незначительное. Праздник стропил, согласно древним традициям, принято отмечать, ведь проделана огромная работа. Отстроен каркас дома и возведена крыша. Руководство Венсполского техникума пригласило на этот праздник всех, кто задействован в проекте. На крыше очередного нового здания с помощью подъемника был водружен большой дубовый венок. Когда смотришь на эти терчезы и принимаешь участие в совещаниях, где обсуждается процесс стройки и все эти остальные вещи, тогда это кажется как-то более виртуально. А когда ты здесь именно находишься непосредственно на объекте, то такое ощущение, да, детям повезло, учителям тоже. После слов благодарности и вручения подарков, а перед праздником Лига это были венки, головки сыра, собравшиеся отправились на экскурсию, которую провел главный строитель объекта, руководитель компании ЮПБ. Празднование происходило в помещениях студенческой столовой. Здесь на кухне будет происходить обучение поваров. Они будут практиковаться и кормить не только студентов, но и горожан, так как кафе будет доступно для всех. Строители стараются продумать все до молочей, подумали даже о том, чтобы студентам во время обучения не мешало яркое солнце. С южной стороны будут установлены жалюзи, которые автоматически будут закрываться, что позволит не нарушать учебный процесс. В середине дня солнце светит прямо в эти окна. В свою очередь с северной стороны нормальные окна. Все утеплено, хорошая отделка, матовое стекло. Это актовый зал. Здесь уже ведутся отделочные работы. Согласуются, в какой цвет красить стены. Заранее было решено, что внешний вид зала должен быть приближен к историческому облику. Поэтому темный потолок, по низу стен будет деревянная отделка, а сверху покраска. Старое здание техникумы претерпело серьезные изменения. Конструкция строения полностью укреплена. Можно уверенно сказать, что с точки зрения статики старое здание полностью безопасное. Сейчас проводятся отделочные работы. Для студентов и преподавателей строится общежитие гостиничного типа. Это вестибюль. То, каким его задумали проектировщики, просто грандиозно. Только пока еще сложно представить себе это наглядно. Здесь будет закрытый стеклянный фасад, будет установлена вращающаяся дверь. А здесь будут ходить два лифта. Вход будет с той стороны, и они будут панорамные. В коридорах общежития будут яркие полы, и на каждом этаже свой цвет. Каждый номер оснащен душевой кабинкой и туалетом. Вот такого цвета будут стены, и одна стена останется кирпичной. Кирпич регулирует акустику, что очень важно в маленьком помещении. Он светлый и удобный в эксплуатации. Если испачкал, взял банку с краской, и все, вопрос решен. С нетерпением ждут окончания строительства не только студенты, но и преподаватели, которые немного завидуют тем коллегам, которые часто бывают на объекте и наблюдают за строительством. Поэтому, например, в октябре, на День учителя, у нас были специальные экскурсии. Строители показывали, как это все происходит. И там учителя пытались узнать, где находятся их бывшие кабинеты. Потому что совсем по-другому все выглядит. И сейчас опять-таки же все по-другому выглядит. Даже мне было сложно узнать кабинеты, где я преподавала. Для Яниса Адамсона этот проект, не дающий порой заснуть по ночам, сложный, но интересный. Приходится маневрировать между условиями финансирования проекта и реальными нуждами, возникающими во время строительства. То, что сделано, сделано качественно. Да, возникала дискуссия об исторических окнах. Но бывает. Мы все устранили. В итоге, с точки зрения эксплуатации, студентам и преподавателям здесь будет удобно работать. Сейчас строители немного отстают от плана, но пока незначительно. На два месяца. За последний месяц увеличилось количество строителей на объекте. Работы ведутся быстрее. Мы надеемся, что к сроку удастся сдать объект. Объект, конечно, непростой. Объем большой – 16 миллионов. Срок там полтора года. Пока сдвиг где-то на два месяца. Но сам техникум планировал, что они начнут новые помещения с нового года, с начала 2015 года. Я так не думал с первого дня. Я думаю, реально, это 1 сентября 2015 года, если будет, то это всех устраивает. Стоимость проекта более 15 миллионов евро. И, согласно планам, завершить его планируется к началу 2015 года. В Венсполсе седьмой раз прошли учения пограничников «РОНИС-2014». Главными целями тактических учений были проверка теоретических и практических знаний экипажа, а также налаживание сотрудничества с коллегами из Литвы и Эстонии. Участники успешно справились с поставленными задачами. И уже на следующий день венсполские пограничники провели экскурсию по пограничным кораблям для всех желающих. На этой неделе венсполское управление государственной пограничной службы организовало оперативно-тактические учения «РОНИС-2014». В них были задействованы 5 кораблей, пограничные катера, а также вертолет. С целью дальнейшего сотрудничества в учениях принимали участие пограничные корабли соседних государств. Каждый год, в основном, главным условием – нелегалому мигранту измельчану измельчану мусу куджоушенцев лидзаклей. Каждый год мусу куджоушенцев лидзаклей будет измельчан измельчан. Главным заданием оперативно-тактических учений «РОНИС-2014» была проверка теоретических и практических знаний экипажа. В связи с легендой для меня была задача одна из простейших, потому что я имитировал судно, которое нарушило формальности для выхода из порта. И мы нелегально якобы вышли. У нас были люди на борту, которые не задекларированы нигде были. И пытался уйти подальше от «Венспилса». Задания были разного уровня сложности. Используя систему видеонаблюдения, нужно было обнаружить, распознать и задержать выдуманное нелегальное судно, спасти и транспортировать пострадавших, сопроводить нелегальное судно до порта. Если надо, скажем, какую-то медицинскую помощь, то мы использовали вертолет пограничной охраны, чтобы можно эвакуировать людей. А также, если судно не подчиняется законным требованиям остановиться, мы отрабатываем моменты, когда пограничные корабли, это судно останавливает и высаживается группа осмотра для осмотра этого корабля. Тактические учения максимально приближены к реальным условиям и проводятся по заранее подготовленному плану. Имитаторам нелегальных иммигрантов специально создали определенный внешний вид и фальшивые документы. В этом году РОНИС-2014 вышел на международный уровень. Поэтому с поставленной задачей латвийские пограничники справлялись вместе со своими коллегами из Литвы и Эстонии. Изначально планировалось участие финских пограничников, но по техническим причинам они не смогли прибыть на место учения. С прошлого года операция РОНИС стала международной, потому что в операции участвуют соседние страны, Литва, Эстония, Финляндия. На следующий день венсплские пограничники принимали гостей. Все желающие имели возможность своими глазами увидеть пограничные корабли и узнать ответы на все интересующие вопросы у экипажа, так как венсплское управление пограничной службы проводило день открытых дверей. Птицефабрика Текова является самым крупным производителем куриного мяса в Латвии с опытом на рынке более 40 лет. За эти годы предприятие успешно справилось с неплатежеспособностью и до сих пор успешно развивается. Председатель правления птицефабрики Текова Андрис Вилцмейерс объяснил курзимскому телевидению, что за последние два года предприятию удалось выйти из кризиса, так как большая часть акций в 2012 году перешла литовскому холдингу Linos Agro Group. Им принадлежит 87% акций. В связи с реорганизацией предприятия планируется инвестировать более 1 млн евро каждый год. На данный момент птицефабрика Текова производит 240 видов разной продукции, работая на 100 гектарах земли. Впервые за 5 лет в 2013 году прибыль предприятия превысила расходы. 70% от всей продукции реализуется на местном рынке. В Энспосы тоже вернулись в магазины птицефабрики Текова. На данный момент работают три магазина. На городском рынке по улице Гертрудес, 15 и Талсу, 27, что в Парвенте. Все остальные магазины закрыты в связи с тем, что принадлежали уже неплатежеспособному предприятию Текова с бройлеры. Реагируя на просьбы клиентов, по возможности быстрее возобновить торговлю, фирма в пределах своих возможностей пыталась возобновить работу магазинов. Это удалось осуществить на рынке и по улице Гертрудес. Однако два предыдущих места для торговли уже не были доступны. Виктория Притуляк, Гонда Порнеца, Инс Жодзинч, Курзинское телевидение. Сотрудники венсполских оптик в этом месяце столкнулись с большим количеством клиентов, страдающих вирусной инфекцией аденовирусным конъюнктивитом. Им можно заразиться воздушно-капельным путем, через воду и даже через еду. По словам медиков, в особую группу риска входят дети. Дежурные венсполские оптиметристы направляют горожан напрямую к врачу. С наступлением лета и открытием плавательного сезона в венсполских оптиках все чаще стали констатировать факт наличия у клиентов глазной инфекции. Больше всего страдают дети, заразившиеся аденовирусным конъюнктивитом в плавательном бассейне. Вирус распространяется и воздушно-капельным путем. Летний период не назовешь особо дружественным для глаз. Пациенты все чаще жалуются на покраснение глаз, воспаление, зуд и слезоточение. Обнаруживается наличие инфекции во время проверки зрения. И многие клиенты в недоумении, почему их посылают в поликлинику. Мы первичные специалисты по зрению. Мы выписываем пациентам либо очки, либо контактные линзы. Пациентов с вирусными инфекциями и воспалениями мы направляем в лечебное учреждение. Либо в ближайшую поликлинику, либо в частные клиники. Глазная инфекция заразная. Надо быть более внимательным к себе. Если глаза покраснели, слезятся и болят, повысилась температура, слабость, боль в горле, все это может указывать на аденовирус. Надо срочно начать лечение, чтобы не заразить других. Где можно заразиться? Заразиться можно чаще всего подвержены этому заболеванию дети. И в основном, и чаще всего заражаются при посещении бассейна. Но это заболевание, инфекция распространяется воздушно-капельным путем по воздуху, а также алиментарным путем, то есть через предметы обихода и при приеме пищи и воды. Вызывает ли эта инфекция другие заболевания? Аденовирусное заболевание при несвоевременном лечении и при несвоевременном обращении к врачу может вызывать осложнение. При аденовирусном конъюнктивите может осложняться кератоконъюнктивит, то есть осложняется воспаление и передается на роговицу глаза. Также может пойти сверху вниз это заболевание фаренгит, дыхательные пути, и в очень редких случаях может быть аденовирусная или вирусная пневмония легких. А вот советы врачей, что надо делать, чтобы глаза были здоровы. Мой совет для всех. Проснувшись утром, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и задайте себе три вопроса. Выглядят ли мои глаза хорошо? Чувствуют ли себя хорошо мои глаза? Хорошо ли я вижу? И если на все вопросы будет положительный ответ, то с вашими глазами все в порядке. По словам медиков, эта болезнь проявилась с наступлением теплой погоды. С 2001 года в Венсполской высшей школе учатся студенты не только из Латвии, но и из других стран, которые принимают участие в программе по обмену студентами Erasmus. В этом году число иностранных студентов больше, чем когда-либо. О студентах программы Erasmus, проживающих в Латвии, рассказывает наш корреспондент Лиана Кьюделите. В этом году в Венсполской высшей школе звучали такие языки, как турецкий, испанский, русский, немецкий, литовский. Вместе с латвийскими студентами программы осваивали студенты из различных стран. Всего 23 человека. Большинство из них выбрали факультет электроники. Венсполс – это красивый город, и когда я увидела учебную программу, она мне очень понравилась. Мне здесь многое нравится. Сам Венсполс, латвийский бальзам, местная выпечка с клаундрауши. Мне нравится Латвия. Если честно, особой причины не было. Но если ее поискать, мне кто-то рассказал, что в Латвии очень красивые девушки. Особых происшествий у иностранных студентов не произошло. Правда, три человека столкнулись с латвийской медициной. Один студент попал в больницу с болями в животе, а другой получил травму во время тренировки. Адаптироваться к новой среде молодым людям помогал департамент иностранных дел Венсполской высшей школы. Департамент – это группа студентов, которая помогала иностранным гостям влиться в студенческую жизнь, приспособиться к новым условиям и решали возникающие проблемы. Для некоторых студентов жизнь в Латвии преподнесла различные сюрпризы. Тараканы, которых я увидела, когда зашла в свою комнату. Это был плохой опыт. Я тоже вспомнил. Я как-то закупался в магазине и спросил у продавца, что это такое. Она ответила – шоколад. Это было очень смешно, так как на моем языке это звучит совсем по-другому. В свободное время студенты программы «Эрасмус» стараются проводить вне стен общежития. Участвуют в различных мероприятиях, путешествуют в другие страны и занимаются спортом. Я занимаюсь различными видами спорта. Плаваю, гуляю по центру. Это интересно. Жизнь в общежитии студентам тоже преподнесла некоторые сюрпризы. Но, как они утверждают, они приобрели хороший опыт. Жизнь в общежитии – это хороший жизненный опыт. Мне понравилось жить в общежитии. У меня появилось много новых друзей. И думаю, что все было хорошо. В принципе, учебой Венсполской высшей школы приезжие студенты довольны. Правда, недовольны они вялой общественной жизнью в городе и негостеприимством венсполщан. Я бы советовала ехать в Венспол с тем, кто хочет познакомиться с новой культурой. Она очень отличается от остальной Европы. Тем, кто хочет приобрести новый опыт, советую ехать. Это вкус! Татьяна Саксаганская, Анита Колесникова, Лиана Кьюдэлиты, Лаурис Наглендж, Курзомское телевидение. В лесной школе Венсполского музея появился новый обитатель – благородный олень. Конечно же, не живой, а чучело, которое будет служить для учеников лесной школы наглядным пособием. Этот ценный подарок школе вручил лично мэр Венсполса. После знакомства с учебной программой Айвар Лэмберг пообещал пополнить коллекцию экспонатов чучелами других животных. Лесная школа – это музейно-педагогическая программа, осваивая которую дети познают животный мир. Изучают поведение животных, какие они оставляют следы, чем питаются, даже как по экскрементам можно распознать животное. Занятия проходят в игровой форме. Уже с 2005 года у нас в музее происходит два раза в год специальные программы для детей – это природоведение и история. И поскольку эти темы очень связаны и с юбилеем, например, какого-то, ну, не знаю, зверя или чего-то, ну, гада путинства и гада зверс, то с этим связана и как раз вот эта тематика. В начале, конечно, очень много проблем происходит от того, что дети очень редко видят близко этих животных, птиц. Теперь в лесной школе есть чучело благородного оленя, подаренного мэром города. Наверняка такое наглядное пособие нужно. Дети наблюдают за природой. Это прекрасный подарок. Вот такими простыми словами Айвар Лемберг рассказывал маленьким любознательным ученикам школы о повадках благородного оленя, о которых градоначальник знает не понаслышке. Содержание программы лесной школы и имеющийся материал впечатлили мэра. С учетом того, что я увидел эту серьезность подхода, то я думаю, что у меня еще есть разные и птицы, и животные, которых я подарю этой школе, чтобы они постоянно здесь были, потому что в этом году дети изучают, в следующем году будут новые опять, да, так что очень благородное дело. В лесной школе не только наглядный материал, но и аудио. Можно услышать, какие звуки издает самец в брачный период. Самку получает только тот, кто побеждает. Хотя самка, конечно, ведет себя, я скажу, по-женски. Так как, если, например, я выдаю звук, я умею это делать, да, то она идет ко мне, покидает того, идет ко мне смотреть, какой это, может быть, он лучше, чем тот, понимаете, по-женски. Новый экспонат будет служить не только как учебный материал, но и как объект, с которым можно сфотографироваться. За недолгое время, которое олень прожил в замке, он уже стал излюбленным местом туристов для создания фотографий. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. Жизнь Венсполса всегда была тесно связана с народным театром и кино. Не случайно именно в Венсполсе было снято первое латышское игровое кино. В начале 20 века в городе Увенты было три кинотеатра, а театральный спектакль проходит в городе уже 145 лет. Народный театр был создан в конце 19 века. До того времени горожане посещали гастрольные театры. После Второй мировой войны в Венсполсе было более 400 актеров театра. О развитии театрального искусства в Венсполсе можно узнать, прочитав книгу Улдиса Гринберга. Он учитель латышского языка на пенсии. Работал также режиссером и актером в Венсполском театре. Написал несколько книг о ливском диалекте. Книга о Венсполском театре была издана при поддержке Венсполской городской думы. Венсполский Приморский музей приглашает любителей истории посетить новую экспозицию, рассказывающую историю паровозика. Здесь есть и велодрезина, масляные лампы и другие атрибуты железнодорожной жизни. Музейный педагог по вашему желанию организует для вас занятие, на котором можно разработать новый маршрут для паровозика. Не надо забывать о том, что теперь паровозик и общественный транспорт. Можно выйти на любой остановке, прогуляться вдоль моря или преодолеть весь маршрут – от музея до парка приключения. Маршрут включает несколько станций, депо и разворотный круг. Все эти объекты являются историческими репликами, восстановленными по старинным фотографиям. Дежурные по станции и кондукторы тоже словно сошли с этих фотографий. О времени работы паровозика можно узнать на сайте visitvenspols.com или в музее. Фестиваль «Гетто Геймс» – одно из самых долгожданных уличных мероприятий. Пока ведется подготовка к фестивалю, проводятся выездные соревнования по стритболу и флорболу. Первые соревнования прошли в прошедший вторник, и несмотря на плохую погоду, желающих принять участие было немало. Далеко не в новинку, что спортивно-культурное движение «Гетто Геймс» проводит выездные соревнования по городам Латвии, в том числе и в Энспилсе. К тому же, помимо привычного всем стритбола, команда «Гетто Геймс» предложила принять участие всем желающим и во флорболе. Прошедший вторник была первая возможность выступить под флагом «Гетто». Плохая погода не стала помехой ни для участников, ни для организаторов. Для нас это возможность хорошо, по-спортивному провести время. Мы в основном играем вместе. Мы узнали, что в Энспилсе будет «Гетто» и решили сыграть. У нас самые сильные в команде, поэтому и собрались. У нас уже было две игры, и обе мы проиграли. В турнире по флорболу соревновались как мальчики, так и девочки разного возраста. Никаких ограничений не было. Каждый год люди проявляют активность. В этом году мы уже приехали с флорболом, поэтому людей еще больше. Во взрослой категории 18 команд, для региона это хороший средний показатель. В Ю-14 и Ю-16 тоже много команд, а всего более 30. Мы довольны. Единственное, это вы и сами видите, июнь, а я как одет. Немного погода портит впечатление, но не льется, значит можно играть. Первое место выиграла команда города Саудус Поросята, которая в решающем матче обыграла лучшую команду Венсплса Таверна. Во флорболе победила команда «Все равно», которая оказалась сильнее флорболистов команды Кимба. Прошедшие соревнования на стоянке возле баскетбольного холла Венсплского олимпийского центра стали своего рода вступлением к фестивалю Гетто Геймс, который пройдет в Венсплсе в августе. На данный момент организаторы разрабатывают программу и обещают приятные сюрпризы. У нас есть специальный человек, который, можно сказать, живет в Венсплсе. Он ходит по различным инстанциям, обсуждает детали. Так что работа идет. Вместо сламданка конкурса будет сюрприз. Будет интернациональный баскетбольный турнир. Большой акцент мы ставим на экстремальную часть. Все как обычно, но, конечно же, не без сюрпризов. Постараемся вытянуть людей из рутины. А пока все желающие могут следить за выездными турнирами, ближайший из которых пройдет 15 июля. На время летнего сезона командой Гетто запланировано три важных мероприятия с участием спортсменов мирового уровня. 22 июля в Грызенькауне будет проводиться конкурс Слэм Данк. С 8 по 10 августа в Венсплсе будет проходить международный спортивно-музыкальный фестиваль Гетто Геймс. И третье завершающее мероприятие пройдет в Риге 30 августа. Виктория Притуляк, Гита Мартинсона, Лаурис Наглыш, Курзимское телевидение. Предприятие «Скатвис» предлагает Венсплсчанам подключить цифровое телевидение, чтобы смотреть в отличном качестве десятки информационных, развлекательных, спортивных, научно-популярных, музыкальных и детских каналов на латышском, русском, английском, немецком, французском и украинском языках. Цифровое телевидение предоставляет уникальные возможности удобно сгруппировать каналы, использовать электронный гид-программ, выбирать язык передач и субтитров. При заключении договора на два года большой пакет, включающий в себя более 90 каналов, обойдется вам всего в 11 евро 45 евроцентов в месяц, малый, включающий 40 каналов, в 8 евро 39 евроцентов. Подробная информация по телефону 636-28-853 и 283-49045. Или в отделе обслуживания клиентов предприятия скатвис, которые работают по адресу улица Талсу 29, по понедельникам и средам с 8.30 до 13 часов, а по вторникам и четвергам с 14.00 до 18.30. Современному городу, современная телевидение. Редактор субтитров субтитров. Субтитры создавал DimaTorzok Kas tos jācija līgo, jā, līgo, līgo, mūsu pašu novad ļaudis, līgo, līgo. 21. jūnijā, astoņos, Jūrkānes ugunspļavā notiks vasaras saugriežu svinības. Kopā ar nepieredinātā polka orķestri, Ventspils nomada folklārus kopām un saudus kapēlus trops. Sanāk arti jūs ļautiņis līgo, līgo, jūrkalnēji salīgo, tī līgo, līgo. Izkaisīju nama planu līgo, līgo, Zāļājami zālītēmi līgo, līgo. Sper kā īņu, kur spēr dāmis līgo, līgo, Rīdzālītēs riktēdāmas līgo, līgo. Sper kā īņu, kur spēr dāmis līgo, līgo, jūrkalnēji salīgo, līgo, līgo. Sper kā īņu, kur spēr dāmis līgo, 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 līgo. Sper kā īņu, kur spēr dāmis līgo, 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 līgo. Sper kā īņu.